У нас есть фирменная часть Жизнь после фильма Потому что людям часто интересно узнать, что случилось с их любимыми героями То, что Шварценеггер пришел к Верховину и сказал, давай снимать, вспомним все Это, в общем, мы расскажем как-нибудь в другой раз и разберем, но там участвовало большое количество специалистов, с которыми Верховин поцапался, а потом когда увидели, как Украину сняли, то помирился И поэтому вспомнить все тоже выглядит очень хорошо и замечательно Например, вот эта голова, которая Подвзрывается Разъезжается в сторону Это маска Это было сделано тем же специалистом Робом Боттиным Который делал куклы Всем страшно нравилось сотрудничать и чувствуется, что до сих пор они все в хороших отношениях там, промеж себя Ноймайер и Верховин поработают вместе через 10 лет Как раз над «Звездным десантом» Другим нашим любимым фильмом снятым по хайн-лайну Который чувствуется Не знаю, читал ли Эдвард Оригинальное произведение Но вот то, что Верховин его просто не читал Это совершенно точно А он прямо говорил, что я что-то начал Посмотрел, только дрянь какая-то И не стал читать Мне потом напели, о чем там Я решил, что отлично Жуки Жуки Подписав там в 2004 году сценарий какой-то очередной анаконды Про гигантскую тварь, которая всех должна пугать на экране А сам Эдвард Неймайер после специфического успеха «Звездного десанта» Потому что «Звездный десант» провалился в прокате Но потом, подозреваю, отбивался на носителях огромное количество раз И там продажи на телеканалы и все такое прочее Наверное, показал Там было 120 миллионов, что ли, у него бюджет А собрал он 150 Ну, то есть провал Да, надо было за 250 выходить Но при этом «Звездный десант» все равно Как франшиза, кстати Обратите внимание, что как и Робокоп Который снят фиг знает когда А как франшиза до сих пор живет, шевелится Отдельной жизнью от своего создателя Так и «Звездный десант» Провалившись на старте Получил еще два продолжения Два, то есть фильма Прямо полнометражных Получил два мультипликационных фильма Которые 3D-анимации сделаны И оказалось, что, кстати, Наймайер везде писал сценарии Я, признаться, все это не смотрел Опасаясь того ужаса, который может таиться в глубинах этих произведений Я смотрел и героя Федерации, и мародера Но они, конечно, сильно хуже первого фильма Тут ужас-боевик, тут просто ужас-боевик А тут ужас-ужас А вот ужас-ужас, ну там смотреть нечего, откровенно Также в 2018 году у Наймайера были планы Вот после выхода неудачного нового Робокопа Наймайер закорешился с Блом Кампом И хотели снимать прямое продолжение Робокопа Питер Верлер, правда, уже старенький Он отказался в этом деле участвовать Но были планы у них сделать Робокоп Притерн, прямое продолжение, которое игнорирует сиквел, триквел и всякие эти сериалы Но что-то у них заглохло Видимо, Блом Камп Такая уж у него судьбинушка Что он берется за какие-нибудь культовые фильмы Которые можно снять, типа, чужих Но... Ну, его их отбирают немедленно Да, отбирает Ридли Скотт, например Тот же самый, которого мы часто вспоминаем Верховен Знатный провокатор Который после Робокопа Стал крайне востребованным режиссером Потому что все волшебная сила денег Сразу же показала, какой он талантливый Всем в Голливуде Ему начали яростно предлагать бюджеты Со своим другом Эстер Хасом Он отснял основной инстинкт Который тоже получил огромный коммерческий успех А потом и везде Ну, кроме разве что основного инстинкта Везде-то он, как бы сейчас сказали Троллил американское общество А на Шоу Гелте Видимо, провокация зашла слишком далеко И Шоу Гелтс ему целенаправленно утопили После чего у него были подписаны еще два фильма И из Голливуда его после этого, мягко говоря, попросили И несмотря на то, что Шоу Гелтс Потом стал одним из самых успешных фильмов Метро Голдвин Майер Из 100 самых продаваемых за всю историю компании Десятки В десятки То есть там смотришь Джеймс Бонд А вот Номи без трусов Обратите внимание Все очень удачно И несмотря на то, что после провала Плоть плюс Кровь Все его фильмы были коммерчески успешны Или даже, я бы сказал, стали фильмами-событиями Которые мы до сих пор вспоминаем, обсуждаем Ничего ты теперь в Голливуде снимать не будешь Фактически сказали Метру современного кинематографа Зато он снял Как-то очень мило получилось За 20 лет первый вообще в Голландии полнометражный фильм Потому что в Голландии после его отъезда Лет 20 не снимали полнометражных фильмов вообще совсем А куда деньги-то неси? Да у нас срана маленькая режиссера закончилась Больше того выгнали А больше нет, а больше нам и не надо А больше нет В Европе он снял еще один фильм Черная книга Я думал, что все, дедушка уже ушел на пенсию А нет За последние годы поднабравшись селенок Еще отснял фильма 3, по-моему Отличное искушение снял фильм У нас его немедленно в России запретили к прокату Сперва причем Успели похвалить Даже немножко А потом такой Ёлы-паллы Да там же Это вот как раз нереализованы его планы Чтобы снять фильм Религиозную тему Иисуса Да, это он Ну хотя бы вот так То есть он хитро поймал в данном случае Тему феминизма и мету Чтобы в данном случае сделать провокацию В отношении религии Используя популярную женскую тему На которой он И ругаться еще ко всем прочему нельзя Потому что скажет Ах ты сексист грязный Шовинистическая свинья мужская Я был уверен, что у Питера Веллера Карьера не заладилась Ну просто потому что Не помню его в больших каких-то ролях Ну только в крикунах возможно Я его могу вспомнить так вот навскидку Да, ну и чисто ради проверки Открыл его страничку в Википедию Оказывается Питер Веллер В большом количестве сериалов Типа там Декстера И таких крепких проектов Снимался очень много И снимается по сей день Но правда крупных главных ролей Вот все, да Ему не доставалось Ну в крикунах Ну это тоже тот же примерно Временной период Это там Ну да там 90 какой-то год Я уж не помню точно Крикуны когда снимались Тоже там Четвертый, пятый Типа лет 30 назад Условно говоря Но тем не менее Нет, карьера вот У него оказалось не заглохла Она Новых свершений он нигде Больших не достиг Но тем не менее Снимается постоянно И востребованный Как, кстати, Эммануэль Феррер Тоже у него какой-то там Был посложной список Мощнейший Снял спрос везде Хотя вроде бы Вот прям вот так вот Его на вскидку Вроде и не вспомнить Да